Латвия Зенес, независимое русскоязычное издание Латвии. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии и позиций Министерства иностранных дел Латвии лицам на автомобилях с российскими номерами запрещен въезд в Евросоюз через латвийско-российские и латвийско-белорусские погранпункты. Выезд не запрещен. В случае отказа выполнять указание таможни может быть принято решение о конфискации машины. Аналогичный запрет в Вилан и Литва. Из 16 должностей в правительстве и Сейме, которые распределила формируемая правящая коалиция, восемь достанется новому единству. Пять – Союзу Зеленых и Крестьяны, три – прогрессивным. Заявила сегодня кандидат премьеры Авика Сейлани. Помимо поста премьера, новое единство получит должности министров финансов, здравоохранения, образования, иностранных дел, внутренних дел, юстиции, а также охраны среды регионального развития. Союз Зеленых и Крестьян получит пост спикера Сейма и должности, министров экономики, земледелия, благосостояния и климата и энергетики. А прогрессивные в правительстве будут отвечать за оборону, культуру и сообщения. По данным СКДС, популярность нового единства в августе по сравнению с июлем снизилась на 2,3%. Но это не лишило партию лидерства. За нее готовы проголосовать 10,3% избирателей. На втором месте – Союз Зеленых и Крестьян, рейтинг которого не изменился. 8% – партия Айна Рашелессерса. Латвия на первом месте сумела подняться на третье место, немного опередив прогрессивных. В Литве потерпели аварию два автомобиля с нелегальными мигрантами, которые, предположительно, прибыли из Латвии. В одной аварии погибла индианка, в другой пострадали 8 человек из Шри-Ланки. Аварии произошли при попытке бегства от полиции. Как сообщает ЛТВ, задержан мэр Ваумера Янис Байкс. У Бюро по предотвращению борьбы с коррупцией есть подозрение, что должностные лица Ваумера и предприниматели присвоили более 4 миллионов евро из еврофондов. Госполиция заявила о произошедшем в субботе инциденте. Чтобы задержать нетрезвого водителя, правоохранителям пришлось открыть стрельбу по колесам машины. Подписывать протокол о проверке задержанный отказался. Его доставили в медучреждение, где в крови водителя было констатировано 1,35 промилле алкоголя. Полиция Талси в здании, арендованном для коммерческих целей, обнаружила крупное производство марихуаны. В ходе обысков было изъято более полутора тысяч растений в горшках и почти 11,5 килограммов сушеной марихуаны и дорогостоящие оборудования для ее выращивания. В связи с этим преступлением были задержаны 4 человека. К концу июля Центральная лаборатория уже использовала все выделенное на этот год госфинансированием. С 15 сентября лаборатория будет оказывать финансируемые государством услуги в рамках оплаченной квоты. «Мы больше не можем позволить себе кредитовать государство», заявила председатель правления Центральной лаборатории Стелла Лаппиня, отметив, что долг государства за прошлый этот год уже превышает 5 миллионов евро. Завтра днем температура воздуха будет ниже почти на 10 градусов. В ночь на четверг и утром во многих регионах страны ожидаются грозы с градом и сильными порывами ветра. А температура воздуха в четверг не превысит плюс 15 и плюс 19 градусов. Латвия Зинес – независимое русскоязычное издание Латвии. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.